Особое мнение на 101FM Особенный процесс длится довольно долго Но, что называется, прям с утра отстрелялись Рассматривались сегодня несколько апелляций По делу экс-главы города Кирова Владимира Быкова И абсолютно неожиданностью стало решение суда о том Чтобы экс-чиновник был отпущен в зале суда А дело было отправлено на дополнительное рассмотрение Я, честно говоря, не знаю, насколько сейчас свободен В передвижениях экс-глава города Но, безусловно, некие ограничительные меры Сейчас в отношении него действуют Как написали журналисты Проживать он будет в деревне Богородское Не знаю, дозволено ли ему сейчас общаться с кем-то Дозволено ли свободно передвигаться Но вот так или иначе Такое решение суда освободить Быкова После того, как ему в марте этого года Вынесли приговоры в виде, в том числе, восьми лет колонии строгого режима Как, Михаил, оцениваете данную новость? Ну, конечно, эта новость стала и для меня Мягко говоря, шоком Потому что, ну, это удивительно Это удивительно, что Если вот, ну, я когда общаюсь с жителями города Кирова Чаще всего звучит Если вот оценивать господина Быкова Чаще всего звучат фразы о том Что вот все беды, которые из города были Все коррупционные скандалы жители города связывают с его фамилией И когда сначала дают восемь лет И вроде общественность даже говорит, что маловато Дали, надо бы побольше Неожиданно человека отпускают Дела отправляют на пересмотр Но я, к сожалению, не владею всей полностью информацией Ну, да, тут бы, конечно, смотреть в документы непосредственно Да, которые там были созданы Да, то есть, чтобы понимать, какая причина Понятное дело, что мы не можем заглянуть в эти документы Ну, из того, что писали в СМИ Ограничения там, на самом деле, сколько я вот по СМИ посмотрел Не более серьезные То есть, там, нельзя ему общаться с теми Кто так или иначе как-то связан с уголовным делом И с сопутствующими делами А про перемещение там нигде вот информации Об этом не пишут Да и, собственно говоря, если я правильно понял По некоторым эпизодам его также То есть, оправдали, отклонили Иски от организаций Поэтому Суд оставил Постановил оставить в силе оправдательный приговор По электронному проездному по одному из дел Да, поэтому здесь, конечно, эта ситуация очень-очень странная Я надеюсь, что в ходе пересмотра Сейчас неожиданно мне кажется, что Человек, бац, неожиданно невиновен А то получается очень странно Что можно делать много всего интересного А потом вот так вот В кавычках интересного Да, а потом так элегантно Оказаться И как ни в чем не виноватым Честным человеком, как он там сам говорит Не знаю, для меня это шок Я посмотрел, люди угрожают Уже активно комментируют На информационных площадках эту новость И много, да, действительно Таких сообщений Где люди высказывают недоумение По этому поводу Ну, как так Вроде бы свершившийся уже факт Довольно солидный приговор Восемь лет колонии строгого режима И вот так дела повернулись Может быть, стоит поискать Политический подтекст в этом, нет? Может быть и стоит Мы просто вошли в очередной выборный период, да? Ну, мне правда кажется, что сейчас Не очень актуально, правда, его освобождение Для партии Единая Россия Она никак ее не спасает Ну, условно говоря, на этих выборах Поэтому действия очень странные И вызывают большие вопросы у населения И вопрос к доверию К системе судебной То есть и так, насколько мне известно Люди не всегда доверяют Тем решениям, которые суды принимают А здесь вот такое громкое дело Ну, я надеюсь, что в ходе пересмотра Может быть, даже там что-то и увеличится С точки зрения сроков заключения Потому что, ну, сторона обвинения Она сторона была серьезной И по тем аргументам, которые приводятся Видно, что доказательная база Это собранная и собранная весомая Поэтому, не знаю Я бы не хотел, чтобы это сейчас так На тормозах все слетело аккуратно Потому что все равно не получится Сделать это, не знаю Без огласки общественности Все равно люди это увидят А это удар по государству По госсистеме Еще одно расследование Надо понимать Это процедура довольно продолжительная И сейчас тут, наверное Нельзя, братцы, загадывать Когда, да, снова будут в суде Эти все стороны встречаться Больше меня беспокоит вопрос На счет ограничений по передвижению Потому что, если этих ограничений нет Как бы не получилось Что мы его больше бы никогда И не увидим Он может взять и покинуть территорию А, то есть вы не исключаете вариант Когда Что он просто исчезнет С территории Кировской области А дальше ищи его Куда он там делся Поэтому, вот если этих ограничений нет Я не знаю, как суд Настолько легко, допустим, это мог сделать Тут большие-большие вопросы Вопросов много Ну, будем надеяться Что в какие-то ближайшие дни Мы в СМИ увидим ответы на эти вопросы Может быть, как-то это будет прокомментировано Там тоже стороной обвинения Будем надеяться Хорошо, давайте переходить К следующим темам Упомянул уже о выборах Безусловно, чуть позже О них поговорим В конце мая Вас, Михаил, снова избрали Первым секретарем Кировского горкома КПРФ Ну, там без вариантов было, да? Вы хотели, вышли Здесь, скажем так Ну, товарищи доверили Вопрос рассматривался У нас был Прошла конференция, да Изменился состав горкома Огркома Товарищи снова доверили мне Возглавлять городскую организацию А там на конкурсной основе происходит У вас? Или просто вот вы выдвинулись И вас поддержали? Безальтернативные такие были Ну, в нашем случае Конкретно, если смотреть Первый пленум Там уже, да Мою кандидатуру Сергей Павлинович Предлагал А так у нас, конечно, есть Сергей Мамаев Да Есть районные организации Которые это обсуждали Первичные Кадровая комиссия Бюро областного комитета Понятно, что рассматривали Разные варианты Ну, вот Товарищи доверили мне Поэтому в два года Снова На срок два года Собственно, да? Сразу в два года Это происходит В том числе Выступая тогда Перед собравшимися Вы обозначили Основные цели Задачи К которыми будете стремиться Вот сейчас Хотелось бы озвучить Какие-то основные Опорные моменты Вы все-таки человек молодой И Возможно У вас иное понимание Целей и задач Деятельности Кировского горкома Нежели у Более, так скажем Старших коллег Возрастных коллег Ну, собственно говоря Что сейчас будет? Куда будет двигаться? Собственно говоря Задача Передпоративной организации В том числе Ведь ставил нас И съезд КПРФ Вопросы Там Омоложения рядов Ротации кадров Стояли Ну, поставлены были еще Геннадию Андреевичу Собственно У нас В общем-то Это и произошло На этой конференции Там Ленинский райком Возглавила Воробьева Анастасия Экс-председателя Молодежного парламента Там В Октябрьском районе Александр Бояренцев Избран педагог Молодой В Веновятском районе Гнева Шевпавел То есть Вопрос Ротации кадров идет Обновление Поэтому Откуда берутся эти кадры? Вот я уже сказал вам До начала записи У меня такое ощущение Что Коммунистическая партия Российской Федерации В нашем городе И области Это одна из Тех политических организаций Которая может похвастаться Большим количеством Молодых кадров Да Где берете? Как вообще ищете? В первую очередь Я думаю Что это популярность Левых идей Которая все равно Она растет Это в целом мире Такая тенденция Усталость от мира капитала Полевение общества Ну и Больше заинтересованность Молодежи в политике То есть Вот Та ситуация Когда она была Вне политики Считала Что этим заниматься не надо В определенной части Молодежи Этот взгляд поменялся Теперь они Активнее ищут Справедливости Ищут правды Ищут как поменять Как изменить то Что вокруг их не устраивает Не устраивает Начинается Больше и больше Каких-то моментов Не устраивает Но используя Надо уточнить Законные Да Собственно Пути Которые у нас Существуют в стране Поэтому вот они Ищут Через выборность Задают вопросы Ищут на эти вопросы Ответы И приходят к нам У нас и комсомольская Собственно Игра Организация есть Оттуда молодежь К нам Активно тоже вступает Поэтому здесь Приток молодых Он за последнее время Был Не маленький Да и я Собственно Игра сам Достаточно Молодой Поэтому Тоже из этого поколения Поэтому вот эту задачу Приема вреда КПРФ Увеличение численности рядов КПРФ Ротация кадров Определенная Конечно совмещение Молодость и опыта Здесь никуда не девается То есть мы это сохраняем Это есть Ну и вопрос Поиска новых подходов Потому что ситуация Вот каждый год нам Что-то новое подкидывает Ну например Если рассматривать На конкретной Какой-то ситуации Ну вот сейчас Если даже То есть мы Буквально недавно У нас Можно сказать Закончилась пандемия Когда невозможно было Пройти точные встречи Мероприятия А КПРФ всегда была сильна Именно публичными мероприятиями Уличной какой-то активностью Все это было под запретом Приходилось перемещаться В социальные сети Сейчас все кардинально поменялось Социальные сети Часть из них заблокирована Часть из них работает так себе Вектор Скажем так Смещается Там Теперь научная основа присутствует Да и у людей старшего поколения Наверное Ну не лады зачастую возникает Да С пользу Ну они там Активно осваивают Но вопросы Вопросы По освоению есть Я понимаю Поэтому здесь Вот мы исходим Из ситуации Исходя из тех задач Которые подкидывает Нам сегодняшняя действительность Поэтому И пытаемся На эти вызовы отвечать Вот сейчас Как раз Вот этот вопрос Того что социальные сети Стали Ну появились ограничения Нужно искать Новые формы взаимодействия С людьми Новые формы Там выхода К людям Вот это Одна и одна из задач А прямо В том числе и количественные Показатели стоят Стоят То есть нарастить Численность До таких До такой-то планки Естественно На съезде Игорь Вячеславович Афонин Ставил сдачу Там по удвоению Партийных рядов Мы эту сдачу Тоже перед коммунистами Конечно же ставим Часть организаций Активно справляются Часть Может быть В этом немножко Отстают Но естественно Этим занимаемся Этот вопрос Тоже у нас Один Ну не только численность Здесь же и там Качественный состав То есть подготовка кадров Этим На это очень внимания Много уделяется Подготовка молодых кадров Тех кто не проходил Там советскую партийную школу Кто не знал Ни комсомола Ни пионерии Они многие моменты Там не знают Не видели И это все Сегодняшнее в повестке стоит А идеологическая Эта работа Кстати как она Сейчас выстраивается Приходит молодой человек Я хочу работать В рамках На этой концепции КПРФ Естественно Надо Ну тут разные формы Снабжать его Определенными знаниями И умениями Естественно Тут разные формы Скажем так Все индивидуально Кому-то проще Самим взять Скажем так Литературу С ней поработать Им это легче Кому-то в коллективе Проще этим заниматься Поэтому здесь У комсомольцев Своя программа Есть Они свои там Разрабатывают Программы По подготовке Ребят Ну с какой-то базовой Вещь там Экономика Философия Остальные моменты Понятно что Для коммунистов Более сложные Вопросы там Уже и по программе Экономика Уже в более сложной Вариации Рассматривается Какие-то там Вещи политтехнологии Уже понятно Исходя там Из наших реалий Вопросы Освоения социальных Сетей О чем мы говорили В том числе До старшего поколения То есть Все эти задачи стоят Мы Здесь очень Индивидуально подходим Потому что Противная организация Она очень Там разная По возрастному По социальному статусу Поэтому здесь Каждая группа Свой подход А ток кадров Существует? Ну я понимаю Что есть естественные причины Когда человек стареет Он рано или поздно Да становится Перед порогом Да жизни и смерти Уже Ну а так Чтобы вот Был Такой соратник Единомышленник Но по каким-то причинам Изменил Свои взгляды И убеждения Или это не распространено Это Там массово Такого какого-то явления Никогда собственно говоря И не было То есть Нет того что там Из КПРовки Другие партии Переходят Это скажем так Чаще исключение Из правил Чем правило Единственный момент Это ток Жителей из региона Вот это Самая главная Это тоже бьет По полу Конечно То есть Так же как и молодежь Которая заканчивая школу Уезжает Из Кировской области Комсомольцы Тоже К сожалению Ну или к счастью Не знаю Как смотреть С чьей стороны посмотреть Поступают В большие города Уезжают туда Так же и коммунисты Переезжают Поэтому здесь Этот вопрос есть Но это как бы Общая тенденция для области Она точно так же Отражается на жизни Партийной организации То есть там Если с районов Массово выезжают люди То и То же самое получается С партийной организацией Что и коммунисты Тоже так или иначе Там районы покидают Ну то же самое А вы кстати лично Почему Лично вы не приняли Однажды решение Покинуть Пределы Кировской области Или может быть Это решение еще Может состояться В будущем Ну скажем так На самом деле Ну я Сам с Чапецка То есть Я даже не кировский И стараюсь Там час Как можно чаще Там появляться У меня не стоит Перед мной Какой-то там Нет интереса Выезжать за территорию региона Мне кажется Что здесь Я полезнее Чем за территорией Кировской области И стараюсь здесь Какую-то пользу Там Показывать То есть Какие-то задачи решать На месте Там По тому же Чапецку Несмотря на то Несмотря на то Что я сейчас В Кирове Возглавляю организацию Все равно там Товарищам Активно помогаю Туда постоянно Приезжают Запросы И так далее И так далее Поэтому для меня Вопрос переезда На сегодняшний день Не актуален Здесь еще Куча дел Не сделано Я думаю Вам тогда Должна быть Симпатична Риторика Нынешнего В Рио Губернатора Александра Соколова О том Что нужно делать Ставку на местные кадры Давать дорогу нашим Конечно Нужно делать Ставку на местные Это Как бы мы Как только Его назначили У нас тоже Тогда был эфир Я собственно говоря Тогда об этом же Об этом же Примерно Говорил о том Что смотря Кто в эти кадры Будет И местные кадры Тоже разные бывают Поэтому если там Говорить о каком-то Коалиционном правительстве Это один разговор Если местные кадры Но все собранные По принципу Лояльности Каким-то фигурам Это уже Абсолютно другой разговор Но так Правильно Мне кажется Что те Кто живут здесь Они больше заинтересованы В том Чтобы эту территорию Развивать Те кто приезжает Грубо говоря На вахту Они знают Что сегодня они здесь Завтра они отсюда уедут Поэтому Какие-то вопросы Порой Ну так На задний план Отодвигаются Поэтому Конечно Ставку нужно делать Наместную Давайте сейчас поговорим О подготовке К предстоящим выборам В первую очередь В городскую думу Насколько я Видел Насколько знаю Пока КПРФ еще не определилась Вот с этой Так называемой Первой тройкой кандидатов Да В городской парламент Ну Так как сейчас Уже заканчивают То есть Выборы уже объявили Заканчивается у нас Процесс Всех там Кандровой комиссии Согласований Всевозможных Консультаций Своя там есть процедура По уставу Поэтому сейчас Она заканчивается Поэтому Здесь уже ближе К выдвижению Мы не стали Ничего публиковать Ну то есть На начале Когда кого-то предлагали Мы это все Публиковали Делали все публично Но сейчас Когда заканчивается Процедура Уже хоть Мы представим Финальный вариант Чтобы тут никаких Не было там Версий Вариации Когда это произойдет На следующей неделе Мы планируем конференцию Провести городскую Там Выдвинуть товарищей Ну это как раз На нашем сайте Про который я говорил Там про Красный Киров Мы на нем Сразу все И опубликуем Всех Все там И первую тройку Кто поведет всех Всю партийную организацию И территориальные группы И одномандатников Поэтому к этому Сейчас готовимся Пока озвучивать не будете Или хотя бы какие-то Ну вот Можно может быть Сейчас намекнуть На какие-то фигуры На товарищей Которые точно Точно поведут за собой Что называется Ну скажем так Я могу просто сказать Что то что обсуждается Вы лично будете участвовать Ну я один из тех Кого коммунисты обсуждают Пока я не видел на сайте Редкиров Именно вашу персону Да Пока там меня еще нет на сайте Скажем так Коммунисты обсуждают Моя коммуникация Тоже звучит Там звучит Коммуникация Анастасии Воробьевой Вообще в принципе Коммунисты В этот раз Много молодежи озвучивают И хотят В целом сделать ставку На молодежь На тех Ну как Чаще говорится Тем кому здесь дальше жить Ну я тоже разделяю Этот подход Потому что действительно Состав городской думы У нас приходит работать На 5 лет На 5 лет И то что может произойти За эти ближайшие 5 лет Действительно Очень бы хотелось Чтобы в отношении молодых Много было сделано В том числе и руками самих молодых Поэтому молодежи у нас В списках И да и в округах Будет много Мы конечно не забыли И про молодежный парламент Который функционировал Там активным товарищам Мы предложили Мы с ними Процедуры выдвижения Когда коммунисты проголосуют Тогда мы уже сможем Показать Весь Всю нашу команду А можете хотя бы Приоткрыть Тут какие будут Взвешиваться Не знаю Запротив Какие подходы Вообще будут использоваться В определении кандидатуры Ну скажем так Тут ведь каждый коммунист Сам голосует Когда предлагается Список Из кандидатуры А у нас естественно Все это тайное голосование Идет выдвижение Бюро этого игрокома Здесь Когда формировали Формируются списки Понятно что Учитываются И опытные товарищи Которые уже Имеют опыт работы Депутатской Те у кого Вот Алексей Вотинцев Например Да Тот же Алексей Владимирович Вотинцев Да Там Виктор Николаевич Женихов например Те кто уже Работали Виктор Николаевич Ранее работал В законодательном собрании Да И в ЗАГС собрании Несколько я помню В городской доме В ЗАГС собрании Он комитет возглавлял По ЖКХ Собственно говоря То есть Ну тоже Большой опыт работы Депутатской Наиболее активные Там Общественники У себя Которые в округах В районах работают Представители рабочего класса Там Представители Интеллигенции У нас есть свой Там Блог Скажем так Левый Там Представители движения За новый социализм Комсомол Там Ветеранская организация Ну то есть Задача Предложить Максимально Сбалансированную Команду Которая С разных сторон Может Решать вопросы Городского хозяйства А такое явление Как внутрипартийная Борьба Она существует? Ну вот Здесь нет Здесь никакой Что-то такое Подковерное Может уж Извините за этот термин Когда человек Рвется Прям Рвется Здесь же идет обсуждение В обход мнений коллег И товарищей С самых низов То есть С первичек С рейкомов Каждый рейком По своим там Округам Предлагал По Общим спискам Поэтому здесь Ну Все вполне В очень товарищеской Атмосфере Все кандидатуры Обсуждаются Все минусы Плюсы Кандидатур Поэтому здесь Нет какого-то там Нездорового Скажем так Крайеризма Здесь Обычная Товарищеская Дискуссия Где предлагаются Кандидатуры Где они обсуждаются Поэтому нет Такого явления У нас не было А можно сказать Прям Про количество мест Которые КПРФ Собирается занять В городдуме Будущего Седьмого созыва Или это Такой показатель Который Ну не имеет значения Для вас Скажем так То есть 36 депутатов Да у нас 36 депутатов Всего То есть Это есть задача Минимум Есть задача Максимум Задача максимум Получение Не менее половины Для того чтобы можно было Предложить своего Кандидата на главу города Задача минимум Получение Увеличение численности фракций То есть У нас если даже Исходить Из результатов Прошлого года То что в прошлом году Когда за КПРФ Проголосовали Это у нас уже Минимум 34 депутатов Выборы Здесь Мы точно не рассчитываем Но понятно Что задача Перед всеми организациями Стоит идти на победу В округах Идти на победу По спортивным спискам В общем на следующей неделе Будет все ясно И тройка Тройка будет озвучена И основные подходы К этой избирательной кампании Представители МКПРФ Обязательно озвучат Давайте сейчас Хочу поинтересоваться Вашим мнением О том Что в других партиях Происходит В частности ЛДПР уже озвучила Свою тройку Костин Зак Собрания Кировской области Денис Ерохин Действующий депутат Кировской городской думы И исполняющий обязанности Координатора Рекодделения ЛДПР Малков Ожидаемо было? Ну Собственно говоря Обычно конечно ЛДПР первым номером Всегда был Жириновский Сейчас Увы Да В связи с тем Что Жириновского нет Понятно что Они сохраняют традицию Выставляют Известную Медийную персону Понятно что Костин не будет Депутатом Городской думы Я думаю вряд ли он Применяет А вдруг? Ну не знаю Он сейчас Представитель комитета Насколько я помню Зак Собрания Вряд ли он уйдет Из Зак Собрания В Городскую думу Тут должно ЛДПР должны Победить Победить В этой ситуации Поэтому я сомневаюсь С Ерохиным Все предельно ясно То есть да Это их самый Известный Депутат Поэтому так они Товарищи подстраховались Чтобы он точно прошел Так полагаю Ну и чего же Греха таить Один из самых ярких Депутатов Нынешнего созыва В целом да По числу высказываний Подходу Оценках действий В том числе И городской власти Поэтому здесь Ну скажем так Понятно что Я весь кадр Потенциал ЛДПР Не знаю И честно говоря Не очень наблюдаю За их деятельностью Поэтому Ну в какой-то степени Наверное Наверное Это было ожидаемо Справедливая Россия За правду надо добавлять Да Тут вообще Ну на мой взгляд Ситуация достаточно Сложная В сравнении с тем Что было год назад Да На выборах В законодательные собрания Кировской области В общем Такое информационное Затишье Можно сказать И вот уже Люди видят Фиксируют То что Представители Кировского молочного комбината Якобы уже сформировали Свою команду Вот именно Из своих коллег В прямом Этого смысла И как-то Вроде как Дистанцируются От Иных Представителей Справедливой России Вы что-то знаете Поделитесь Ну тут Я понимаю что КПРФ на руку Это наверное Да Больших никаких Каких-то там Как говорят молодежь Инсайдерских данных У меня нет Ну да Это видно Но вы замечаете Что довольно Странная ситуация Ну скорее всего Там Команда Заводы Решили Идти То есть Заниматься только Своими округами Своими кандидатами Здесь вопрос О том Оппоративных структур В регионе То есть Где существует Реально оппоративная структура Как оппоративная структура А где есть просто Партия как субъект В движении То есть Мне почему-то кажется Что справедливая Россия В этом плане Субъект в движении Для разных групп То есть Ну вот есть группа Молокозавода Которая Вот использует Этот субъект в движении Для того чтобы Ну Как показали Как инструмент Для того чтобы Как инструмент для того чтобы Избирать своих товаров Там Коллег по цеху Избирать в городскую думу Ну Скажем так Это их методика Это их там Своя какая-то Политика там Которую они ведут Своя тактическая работа Информация хоть разная Очень противоречивая Поэтому здесь Скажем так Я бы дождался Когда справедливая Россия Окончательно карты Раскроет Потому что они по-моему Единицы остались То совсем ничего не сказал Про свою команду Не считая вот этих баннеров Которые появились В регионе Поэтому я бы здесь Загадывать не стал Потому что Кто его знает Какая там команда Соберется Из какого количества Там предпринимателей Какие коммерческие структуры Там окажутся Да Ну В ближайшее время Да Ситуация я думаю Должна проясниться Ну и праймерис Единой России Единой России Уже внутрепартийное Голосование Провела Результаты известны На сайте можно посмотреть Лица биографии Почитать Мы беседовали Несколько Пару по-моему Недель назад Да С вашими коллегами Политиками Представителями Других партий Ну У вас Идея самой праймерис Скептическое отношение Или вполне себе Технология Вызывает уважение Ну Это вполне себе Технология Технология Ранней выбранной Компании Позволяет им Устроить ранний старт Чем они собственно Активно занимаются Ну в этот раз Все Было очень ожидаемо Как только Закончилась регистрация Было уже понятно Кто где победит Там сюрпризы были По-моему Буквально Ну По паре округов Какие-то там Интересные моменты А в целом Все очень предсказуемо Видно Кто главный кандидат Кто технические были Кто главный кандидат Лединоросов Имеется ввиду Там ведь по округам То было сразу По округам Да То есть Это сразу было понятно Что там условно Первое что это Ковалева А все остальные Просто Там сопутствующие И так по каждому Практически округу Заключение Ну там С филармонии Там сюрприз По-моему У них вышел Что директор филармонии Выиграла Да То есть Вот такие моменты Тройку они назвали Тоже У них конференция Сколько мне известно Проходила В субботу была Да Тройку они объявили Ну единственное Новшество Что они туда поставили Ректора Бывшей сельхозакадемии Второе Единственное Интересное Новшество Можно зайти Там в некоторые Социальные сети В группы Крупные регионы Видно как она Уже активно Отвечает на все Злые комментарии По отношению Своего заведения Сама очень активно Комментирует Люди правда Еще активнее Там ей пишут Что они предодумают Но момент такой есть А так Есть момент Который видно Вот насчет Как мне кажется Может быть это будет звучать Странно Но это ваше мнение Там большое количество Вроде бы большое количество Людей было зарегистрировано Но мне кажется Что есть определенный Кадровый голод Потому что В основном Списке Единой России Это бюджетники Те кто под контролем Администрации Тех кого можно было Поставить под ружье Их поставили В основном Это образование Здравоохранение Ну да Две основных Таких сферы А те люди которые В будущем Как мне кажется Не смогут вести Некую самостоятельную Деятельность в Думе То есть Ну там будет Все строго Сказали Значит надо голосовать Независимо от их Там каких-то позиций Я думаю Что тут обсуждения Никаких у них У них не будет То есть вы против того Чтобы педагоги И медики Решали городские задачи В рамках Парламента городского Нет я конечно Не в целом против Потому что у нас тоже есть Педагоги И тоже есть медики Вопрос Нет но тут-то прям Откровенно ставка О них якобы делается Есть вопрос о том Если человек Ну вот у нас Есть учителя Которые Понятно что Как к ним относятся В образовательных организациях Через какие там Чистое давление Приходится проходить Это люди У которых есть Своя позиция Свои мнения И они собственно говоря Эту позицию отстаивают Они готовы там Бороться за интересы Жителей Потому что они Все эти годы Там отстаивали Своё право Не состоять условно говоря В единой России Для работников Бюджетной сферы Это Не самая простая задача Я сам Работал В бюджетной сфере Педагогом Дополнительного образования И знаю прекрасно Как по всяким чатам Там кидается Нужно зарегистрироваться Тут-то Зарегистрироваться там-то Поголосовать за тех-то Но это бесконечный процесс И жалобы поступают На это мне Просто всегда Там Каждый год это происходит Коллеги надо Вот ссылка Да Что-нибудь такое Поэтому здесь К сожалению Вот те люди Которые оказались В списках единой России Они заложники ситуации И нужно понимать Что голосуют за них Вроде как за учителей За медицинских работников Ну условно говоря Те кто это будет делать Условно говоря Подставляют этих людей Под то что Тем придется делать То что они Не хотели бы делать Ну там Голосовать за какие-нибудь Очередные пенсионные реформы И оправдывать Там Антинародную политику Поэтому Здесь Ну Не знаю В рамках нашего Городского парламента Уж Стоит ли так Говорить резко Что партия власти Антинародную политику Именно продвигает Ну здесь У нас ведь тоже Там распределение Бюджетных средств О том Как будет вестись Благоустройство Отслеживается ли то Как администрация Городская Выполняется Обязательство Или городская администрация Говорит Думе За что нужно голосовать Такое у нас тоже часто бывает Что администрация С чем-то Ну там Орган исполнительной власти Скажем так Правительство Выходит с чем-нибудь На ЗАГС собрания ЗАГС собрания чаще всего Это просто одобряет Несмотря на то Хотят жить или не хотят Жить или этого Поэтому здесь у них тоже Своих полномочий Немало Было бы неплохо Если бы они этими Полномочиями пользовались Ну скажем так Во благо людей А не во благо Исполнительной власти И все-таки вопрос По главе города Елена Ковалева На ваш взгляд Должна Продолжить Занимать свой пост В новом САЗЕ Я бы хотел Чтобы она его Не занимала Потому что Ну вот Лично мое мнение О том что Ее как главу города Было практически Не видно То есть Если про Того же Быкова Можно Хоть он и говорит Что он там Это не его были обязанности Но по факту Все прекрасно Видели и понимали Что Быков Это глава И он Сто процентов Всем управляет И его там Основное лицо Да Фронтмен То Елену Ковалеву Нельзя называть Такой То есть Да она там Посещала какие-то мероприятия Поздравляла И так далее Но Ее как главу Я думаю Что если спросить Даже у кировчан Знаете ли кто Глава города Они могут А я спрашивал Неоднократно В рамках подготовки К передачам Народное мнение У нас были темы Когда мы Интересовались А кто сейчас у нас Возглавляет Город Кто возглавляет Администрацию Но создается ощущение Что где-то даже Больше 50 процентов Зачастую люди Не знают И путают Тем более Эти должности Сити-менеджеры И главы города Это к вопросу о том Насколько эффективно Наша глава Выполняла Свои полномочия Возможно Как депутат Она эффективна Для своего округа Я не знаю К сожалению Хотя Ну когда вот Была тема Отменой списков Тогда они Приводили Разных активистов Которые говорили Какая она молодец Как она у себя Там активно работает У меня другая информация По этой части города Есть Вот Как глава Я считаю Что она не должна Оставаться на этом месте По-моему Она себя там Максимально Некомфортно чувствует Ну я чуть Чуть наверное Вперед уже забежал Потому что я хотел Спросить Михаила Уже ближе к завершению Нашего разговора О том Как он Вы Как вы Оцениваете работу Уходящего созыва Шестого Городского парламента Если останется время Еще вернемся К этой теме А сейчас Сделаем небольшую паузу Особое мнение На 101FM Продолжается наш разговор С Михаилом Кремлевым Первым секретарем Кировского горкома КПРФ Избирательная комиссия Кировской области Уже постановила Что предстоящие выборы Будут проходить В течение двух дней 10 и 11 сентября Я честно говоря Только Не допонял Мало информации И выборы губернатора Будут два дня проходить И выборы в городскую думу Вот Есть какая-то определенность Потому что там По этому поводу Вам ничего не сказано Про губернатора точно Ну сколько я знаю Нам везде говорят Что будет два дня Десятый, одиннадцатый Поэтому я думаю Вряд ли в городе Кирове Комиссия там Только в один день будет принимать Ну Сергей Павлиныч Мамаев Отреагировал уже на это решение Могу процитировать Проведение губернаторских выборов В двухдневный срок Это яркий показатель Слабости и неуверенности В победе на выборах В РИО Губернатора Александра Соколова В первом туре Политтехнологи боятся Что за один день Не смогут мобилизовать Административный ресурс В лице бюджетников У вас идентичная позиция? Или как-то еще Разбавите мнение Сергея Павлиныча Потому что когда Вводили трое невку Говорили о том Что вот У нас тут коронавирус Надо чтобы Люди приходили Когда выражение голосования На пеньках появилось Да-да-да Это из той эпохи Собственно говоря В этом была Вроде как задача Чтобы не было там Скопления людей на участках Я не думаю Что на выборах В сентябре будет Скопление людей на участках Я не думаю Что явка превысит Тридцати процентов В прошлый раз Она там была Двадцать три Или что-то такое А выборы в городскую думу, да? Ну они же совместно С губернаторскими Также были То есть общая явка И в городдуму Я не думаю Что здесь будет Что-то такое Экстраординарное Но Это то есть Самый главный вопрос К многодневному голосованию С Хранения бюллетеней ночью В прошлый раз Мы это уже видели Когда камеры Не снимают ничего Либо темноту Либо шкафчик Там сейфы находятся Они под камерами На участках Какие-то люди Праздники Там люди молились На участках неожиданно Ну чего там только не было Каких там только Мы ситуации не встречали Поэтому Доверия, конечно К многодневному голосованию Нет И естественно Мы там будем Всех наших избирателей Призывать идти В воскресенье На голосование Когда уже точно Никуда ничего там Не запечатывается Не прячется Но по-моему Вот прошлый год Ярко показал Когда всех Там толпы были Сотрудников разных На автобусах Приезжали в первый день Голосований Создавались огромные очереди И вот вся эта Ерунда С обеспечением безопасности Ну по-моему Здесь вот Было ярко показано Что никакой безопасности Здесь никто не думал Там такие толпы стояли Что какая там Социальная дистанция Там сотни человек Там у меня были Некоторые комиссии Мне звонили Члены комиссии Председатели Говорили Вроде бы надо Там все эти Санитарные Что-то там Выдать Побрызгать Померить А как там 150 человек Утром забежало Вот мы пока всех отпустили Они толпой Сразу нам два участка Просто совмещенные В одном месте Поэтому Я считаю Что это Чистый инструмент Для того Чтобы Привести выборы Так как им надо Поэтому Никакой здесь безопасности нет Ну Я Как Собственно Избиратель Добрепорядочный Я считаю себе Я хожу на выборы И участвую В качестве Избирателя В выборах Собственно С того момента Когда я получил это право То есть начиная с 18-ти летия Я точно знаю Что будет день выборов Мне не нужен Второй и третий день Я обязательно найду Полчаса Я зайду на избирательный участок В чем проблема Я не понимаю Хотя избирательная комиссия Говорит о том Что надо Надо Чтобы реализовать Избирательные права граждан На самом деле Избирательная комиссия Кое-что забыла сказать Что в городе Кирове Участковой избирательной комиссии Территориальной избирательной комиссии Все масса выступили Против многодневного голосования Не все выступали За однодневное Потому что В том числе и комиссиям Очень тяжело работать То есть Ну Чрезмерная нагрузка Да Очень большая нагрузка Плюсом ко всему Насколько я знаю В том году Немало людей Из комиссии Поуходило Из-за того Что была многодневка Здесь ряд Членов комиссии Снова начали выходить Когда узнали Что будет несколько дней Поэтому Здесь вот В случае с выборами Когда там Панфилова говорит Об удобстве Выборы должны быть Прозрачными Честными Легитимными А вот все эти штуки С удобством Это каждый раз Лазейки для Тех или иных чиновников Которые могут Воспользоваться ими То есть Они могут конечно И не воспользоваться Но у них появляется Такая возможность Появляется такая функция В том или ином месте Что-то где-то подтасовать Поэтому мне кажется Что вот этих возможностей Не должно существовать В законодательстве Даже если это Всего лишь там Двухдневное голосование У нас хотя бы Электронного не будет Это уже хорошо Что касается Выборов Губернатора Кировской области Который состоится В сентябре Сергей Павлович Мамаев Уже утвержденный Да Зарегистрированный кандидат Как правильно Ну Предложенный Собственно говоря Как раз Когда у нас Запись будет выходить Отдобренный Будет проходить конференция Где будет происходить Выдвижение К областной конференции А так да Кадровая комиссия При центральном комитете КПРФ Рекомендовала К выдвижению Там Бюро обкома Рекомендовало Съезд депутатов Коммунистов Рекомендовал К выдвижению Сергея Павлиновича Так что Ну можно считать Что уже практически Выдвинутый кандидат Ну когда Новость об этом появилась Я почитал В том числе И городские паблики Много там В том числе И негативных Каких-то высказываний Критических Мол Вроде того Что Сергей Павлович Не первый раз Уже участвует И еще не было Такого случая Чтобы он там Показывал достойный результат Как вы Как соратники Сергея Павлиновича Относитесь Как сам Сергей Павлинович Ну конечно Лучше бы его спросить Об этом Но он Но он по-моему В части критики Довольно Стойкий человек Да Уже привыкший к этому Я даже поинтересовался Да Простите что перебиваю В 14-м году Сергей Павлович Набрал 16 почти Процентов голосов На губернаторских выборах В Кировской области В 17-м почти 19 Интрига Будет ли рост Теперь интересно Тогда же В 17-м году Он выиграл По иранскому району Васильева Что кстати Очень интересный Странный факт Что во всей области Результат низкий Ну условно там Низкий там Ну 20 процентов Там 19 Где как А в Иранске Однозначная победа была Над Игорем Владимировичем Поэтому вопросы К честности Этого голосования Тоже у нас У нас есть большие А так Ведь есть успешное выступление В республике Мариел Ну Ну Кринято не победное Но с более высоким результатом Когда еще Маркил Да Когда он шел Против Каркилова Собственно говоря Ну обычность Дегубернаторы Против которых Идет Сергей Павлинович Не долго на своих местах Потом находятся Как-то так исторически сложилось Вот Насчет того Что не первый раз участвует Ну Сергей Павлинович Уже опытный политик И скажем так Пример приводя Бывшего губернатора Иркутской области Левченко Который тоже Не с первого раза Победил в регионе Поэтому здесь Сложно конечно С административной машиной Бороться Тем более Область не маленькая Но Сергей Павлинович К этому готов Его товарищи поддерживают Наша задача Мобилизовать Избирателей Люди Приходят люди Действительно Вот мы Многое Многое Езжем по районам И очень часто Слышу что давайте Сергей Павлинович Нужно поддерживать Нужно что он обязательно Стал губернатором Поэтому здесь Как бы Все зависит от людей От того как люди проголосуют Ну зная о тех сюрпризах Вот да Собственно проявлениях Этой самой административной машины О которой вы сказали Вы будете усиливать работу В этом направлении То есть следить за возможными Нарушениями Какими-то Ну у нас К сожалению Подставами Извините Потеряли Членов комиссии С совещательным голосом Их теперь больше не существует И избирательная ЦИК Удалила их из закона У нас остались только наблюдатели Как инструмент контроля За выборами За выборами Ну конечно Конечно мы будем Готовить наблюдателей Конечно будем их выставлять Здесь это однозначно Там Мы знаем Слабые точки Будем стараться Их усиливать Эти комиссии Где у нас там Районы Где есть какие-то Вопросы Поэтому это да Эта работа ведется Наблюдатели готовятся Каждый раз Эта работа проводится Просто где-то Где-то иногда Не хватает Кадрового потенциала То есть людей Которые готовы Были бы Реально бороться За результат Потому что У нас очень большое Количество участков Это там Тысячи человек Нужно подготовить Чтобы эти тысячи Действительно Отстояли результат Боролись Потому что Я помню По 16-му году Еще Когда были выборы Когда комиссии Просто брали Избором То есть Не подводили итоги До 8 утра И далее Когда люди уже Уставались Физически Уже просто не могли Да Тогда там все подписывалось Поэтому Готовим Готовим наблюдателей Пара минут Пара-тройка минут У нас есть Еще до завершения Передачи Вот Если возвращаться К итогам работы И к вашей оценке Работы Городской думы Шестого созыва Ну выборы Уже на носу Собственно Про Елену Ковалеву Вы высказались А в целом Вот этот созыв Городского парламента Как на ваш взгляд Он отработал Вопросов Эти годы Вопросов Городской думе Конечно много По итогу По итогу Ну состав такой Достаточно интересный Получился Даже последнее заседание У них Которое недавно проходило Где Практически Там Было принято решение Одному голосу Не хватило Чтобы признать работу Той же Вершининой Там Зама Главы По Неудовлетворительной То есть Дума настолько Неоднородная Что порой Ну тот же там Осипов Которого с первого раза Не смогли избрать Подтвердить на пост Главы администрации Не хватило У них тогда Голосов Поэтому здесь Неоднозначная оценка Я бы не сказал Что сделано много чего-то Очень сильно полезного Для жителей Потому что И по вопросам Благоустройства Порой есть Много нюансов Как это реализуется По кадровым вопросам Кого куда ставят На какие должности Там же Дума Много Того же главу Тут утверждали Почему именно Осипов Почему его команда Оценки Которые Дума дает Бюджет Который принимает Поэтому понятно Что пока есть Есть большинство Партии власти Ситуация Сильно не поменяется Да Там есть разные Скажем так Группы влияния Не всегда эти группы Друг с другом договариваются Поэтому я считаю Что там Будущий состав парламента Должен быть Более разнообразным С точки зрения Политических партий Иначе Все будет так же Как оно вот Длится дальше Где Заслуга Органов власти Только в том Что приходят федеральные деньги И все В общем собственно говоря Потому что все вот эти И они распределяются На нашем местном уровне Крупные проекты Это все Нацпроекты То есть в основном Ну сейчас практически Во многих районах Такая ситуация А где вклад Муниципалитета Где его работа Где депутатская работа Вот к этому большой вопрос А вот буквально сегодня Мы затрагивали этот вопрос Да в рамках программы Народное мнение Обсуждали проблему Грязных улиц Грязных дворов И вот одно из Экспертных мнений Прозвучавших Заключалось в том Что депутатам Городской думы Пора бы уже Перелопачивать Или Заново принимать Правила внешнего благоустройства Чтобы они соответствовали Современным требованиям И понятиям В этой сфере Эту работу нужно Однозначно вести Я думаю Что жители Чем запомнят думу Вот мусорная реформа Комусор летал по городу Запомнят Когда проблемы С автобусами были Вот это запомнят Там снег Когда последний раз Проблемы были Что не убиралось Ничего толком В городе То что Вот эти моменты Этим запомнят Это дума Вот такими своими действиями Где большой вопрос к депутатам А почему не спросили Почему они С администрации И исполнительной власти Это не спрашивают Или точнее Почему спрашивают единицы А большинство Там Одобряя все молчит Поэтому Вот я думаю Это оценка Ну и что ж Греха таить В городском парламенте Много молчунов Очень много Если Я поясню То есть Людей Которых не знают Которых Люди не знают Да Горожане не знают Кто они Что они Что они исповедуют Как они говорят И как они выглядят Зачастую даже То есть Если посмотреть Трансляции заседания Они вполне себе В доступе Любой желающий Может поглядеть Там В общем-то Список выступающих Он каждый раз Один и тот же Это практически Одни и те же фамилии Которые Из раза в раз Какие-то проблемы Поднимают Подавляющее большинство У меня такое ощущение Что они даже не знают Как кнопка для включения Микрофона работает Может быть Они ни разу И не воспользовались Поэтому здесь Конечно Ну вот Избирателям Желательно бы Все-таки Познакомиться с тем А как их депутаты Отработали в прошлом созыве И тут принимать решение Уже исходя Не из того Что человек Прекрасный учитель И прекрасный врач А вот Как они работали Как партия работала Как фракции работали Как депутат Если он еще раз идет Как он работал Поднимал ли вопросы Встречался ли с жителями Реально решал вопросы Или просто какие-то там Подарки раздавал Тоже распределение средств Которыми депутат занимается У каждого же И свой депутатский фонд На благоустройство То есть вопрос Однажды они приняли решение Что будут Направлять эти деньги На вопрос благоустройства То есть И тут момент тоже Эффективности Кто, куда, зачем И кто кому помог То есть Где была реальная помощь А где что-то там Просто чтобы попериться А где человек готовил Себе поляну Уже под новый срок Под новый срок Да Или под какие-то другие Выгодные вещи Спасибо На этом Завершаем нашу программу Время истекло Михаил Кремлев Первый секретарь Кировского горкома КПРФ До свидания Всего доброго До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM